Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на последней торговой сессии этой недели. Последний день, я думаю, что сегодня нас ожидают не менее динамичные торги, чем прошлые дни. Впереди выходные, друзья. Мое традиционное напутствие, что провести их нужно очень хорошо, потому что, судя по всему, настолько жаркие и волатильные дни нас ожидают и дальше. А, может быть, даже динамика будет еще гораздо круче, потому что по некоторым событиям мы только оказываемся в эпицентре развития событий. Давайте сразу перейдем к нефтянке, где мы констатируем восходящую динамику 6354. Это на текущий момент котировки Brent. Я думаю, что те из вас, друзья, кто все-таки спекулирует непосредственно этим активом, уделяет ему больше внимания, времени, наверняка могли заметить, что, скорее всего, то ралли, которое мы сейчас наблюдаем, связано с событиями снова ближневосточного характера. Буквально в начале недели мы говорили о серии очередной атакы в Ормусском параливе, говорили об том, что в этот инцидент пытаются ввязать Иран. Может быть, действительно Иран к этому причастие, но, по крайней мере, Соединенные Штаты Америки очень бы этого хотели. Последние новости о сбитом беспилотнике. При этом показания, скажем так, разнятся. США отмечают, что он был сбит в международном водном пространстве. Что касается Ирана, Иран отмечает, что этот беспилотник находился в воздушном пространстве непосредственно этого исламского государства. Не знаю, друзья, как будут развиваться события дальше, но, как я отмечал еще несколько недель назад, все очень, скажем, ведет к тому, что может дело дойти до военного конфликта. Я надеюсь, что его удастся миновать, но на текущий момент, возвращаясь к финансовым рынкам, конечно же, спекулятивная тема такого рода, она оказывает непосредственно поддержку котировкам нефти, потому что военный конфликт на Ближнем Востоке – это самая настоящая серьезная глобальная угроза для таких же глобальных поставок. Не забывайте, что речь идет все-таки о Ормском проливе, стратегическом географическом хабе, который является одним из основных транспортных узлов. Также, если объяснить другими факторами то, что происходит на рынке черного золота, можно отметить и снижение, скажем, цен на нефть, что, точнее, снижение доллара, что также традиционно поддерживает нефтянку. Можно говорить и про данные по запасам нефти США, которые прервали вот тренд, тенденцию последних недель, когда они увеличивались, сейчас запасы снижаются, может быть какой-то резонанс, и остаточный эффект этого отчета еще имеет место быть. В целом, друзья, я считаю, что мы теперь должны следить за тем, как будут развиваться события на Ближнем Востоке, то есть мы ждем, по идее, ответных действий со стороны США. Напомню, что сразу же после инцидента с беспилотником Трамп пригрозил в жестком ответе в отношении Ирана, который может последовать в ближайшие часы. Если вы, помимо этого, спекулируете другими активами со ставкой на защиту, я думаю, что вы могли обратить внимание, как активно растет золото. Общаясь со своими коллегами, вот есть горизонты, опять же, для того, что может в процессе произойти со золотым активом, то есть горизонт роста вплоть до полутора тысяч долларов за тройскую унцию. И все может случиться в плане какого-то мощного импульса даже в рамках текущей торговой сессии. Поэтому, друзья, если вы активно спекулируете на финансовых рынках, пожалуйста, будьте бдительны, потому что настроение очень быстро. Меняются эти тенденции, тренды, которые уже получили приток дополнительного фундамента, укрепляющие вот этот новостной акцент на то, что нужно торговать сейчас, когда рынки так динамично ходят. Сам факт вот этого роста влатильности должен заставлять вас быть крайне осмотрительными в принятии своих инвестиционных решений. В целом, также, чтобы не отходить от нефти, хочу напомнить, что на следующей неделе у нас запланированная встреча между Си Цзиньпином и Трампом на полях G20, где будут обсуждать перспективы торгового соглашения. Но я об этой теме уже говорил не раз. Как она может отразиться на котировках нефти? Тоже сценарий мы разбирали неоднократно. В общем, следующая неделя обещает быть не менее жаркой. Доллар иена 107.13. Американец продолжает отходить от решения американского регулятора взять курс на снижение процентных ставок и смягчение монетарной политики. Мы в этом не сомневались. В принципе, риторика оказалась даже еще более мягкой, чем предполагали, как и по аналогии с выступлением Драги несколькими днями ранее, где он также превзошел ожидание даже радикально настроенных сторонников мягкой экономической политики, поскольку Европейский Центральный Банк допустил возможность возвращения даже к программе количественного смягчения. Что касается монетарного курса Федрезерва, важно отметить, что ФРС отказался от выжидательного подхода к изменению курса монетарной политики, признав, что на текущий момент проблемы, связанные с низкой инфляцией, геополитическими рисками, торговой неопределенностью и нависшую угрозу рецессии, это как раз то, что и заставляет его сейчас переходить к более проактивным действиям. Из девяти голосующих членов американского регулятора, один является сторонником того, что до конца этого года ставки будут снижены на 25 базисных пунктов, и семь членов склоняются к тому, что ставки будут снижены на 50 базисных пунктов. Но мы знаем по уже накопленному опыту, что в реальности оказываются более, скажем, агрессивные, более частые решения по процентной ставке, которые превосходят ожидания непосредственно голосующих членов. Поэтому сейчас я склонен полагать то, что ставки могут быть снижены даже трижды. Между прочим, такого же прогноза придерживаются многие инвестбанки. Доллар иен уже преодолела поддержку 108, мы на пороге тестирования 107, в принципе, ктировки 107.13 сейчас, думаю, что уйдем еще ниже. Евро против доллара 1.12.95. Друзья, напоминаю, что на конференции в Синтри, в Португалии, Драги подтвердил намерение того, что политика будет все более и более мягкой становиться. В частности, наиболее вероятным дальнейшим шагом это снижение процентной ставки и возможное возвращение к операциям долгосрочного рефинансирования, то есть к программе количественного смягчения. Каким последствиям для курса европейской валюты это приведет? По идее, евро должен очень сильно обвалиться. Конечно же, не в моменте, это будет нисходящий тренд. В принципе, он и сейчас продолжается. Евро сейчас воспрял духом только потому, что слаб доллар. Но уже, опять же, исходя из опыта, друзья, хочу сказать, что очень быстро трейдеры возвращаются все-таки к рискам непосредственно европейским и к тому, что происходит в рамках ЕЦБ. И, кстати, не нужно забывать еще и про такую негласную конфронтацию между США и Европейским Союзом. В частности, после того, как Трамп допустил возможность более агрессивного подхода к экономическому стимулированию, Трамп выступил на пресс-конференции, конечно же, не по этому поводу, а просто по касательной этой теме, отметив, что Европейский Центральный Банк создает искусственные конкурентные преимущества, делает это годами, и это, конечно же, злит. Вот лично я между строка прочел следующее, что теперь мы идем к вам. Это в отношении протекционизма США, который очень быстро может перекинуться на Европейский Союз со всеми вытекающими отсюда последствиями. Фунт против доллара 1.27, мощной динамики мы, как таковой, не увидели, но сейчас британская валюта снижается. Банк Англии вчера подтвердил намерение также пока придерживаться мягкой экономической политики. На текущий момент ставки снижены не были, но, в принципе, эти решения могут последовать дальше. Джонсон, Борис Джонсон, который является главным кандидатом на премьерское кресло, победил в еще одном туре голосования. То есть, не забывайте про Брекзит. Жесткий сценарий, он остается, вероятно, мягкая экономическая политика. Вот, пожалуйста, и возможности для снижения фунта. И доллар канадец, друзья. 1.3175 сейчас котировки. Если среди вас остались продавцы канадца, сегодня будут опубликованы в 15-30 роничные продажи, которые могут указать на проблемы с инфляцией, точнее, с инфляционными ожиданиями. Да, это немного странно звучит, когда буквально за день до этого мы увидели невероятный рост индекса потребительских цен. Я по-прежнему склонен полагать, что это какая-то ошибка. Но нужно проверять. Друзья, сегодня как раз роничные продажи, которые могут дать нам ответы на вопрос, действительно ли с потребительской активностью все нормально. И остается надеяться, опять же, на разворот цен на нефть, которые тоже могут привести к тому, что канадский доллар будет терять. Если запас прочности ваших депозитов еще позволяет, ну, пока что не нужно оказываться от длинных позиций по паре доллар-канадец. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.